МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Бюджет развития. За 9 месяцев этого года региональная казна стала шире на четверть. 3 миллиарда для физиков. Управление налоговой службы уже подготовило уведомления. Нитленко в донецком исполнении. На Юнону и Авось билетов уже нет. Администрация Рязани специально к зиме закупила 35 новых машин, среди которых есть автогрейдеры, мини-погрузчики, снегоочистители. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Павел Молков. По его словам, часть новой техники уже поступила, остальное ждут в ближайшее время. Кроме того, на деньги бюджета власти закупят 7 единиц для Касимова, Сасова и Скопина. Это КамАЗы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины. «Будем обновлять технику по всем социально значимым направлениям», написал Павел Молков. Бюджет региона сегодня действительно может себе позволить крупные закупки. О его наполнении докладывала на правительство министр финансов Марина Наумова. Так вот, рост доходов 25%. На четверть больше, чем за 9 месяцев прошлого года. То, что бюджет региона, можно сказать, распух, прямая заслуга Кремля. Поддержка из федерального центра почти 20 миллиардов рублей. И это пока только за 9 месяцев. Субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты тратит Рязань действительно много. Необходимость в исполнении есть всегда. Впрочем, самой денежной массы стало намного больше. Только на дороге в этом году направят больше, чем в прошлом, аж на миллиард 600 миллионов рублей. Треть всех доходов бюджета – это как раз помощь из Москвы. Так что соцобязательства были выполнены в полном объеме. В сравнении с прошлым годом наблюдается рост по исполнению расходной части бюджета по всем позициям, за исключением одной. Это расходы на обслуживание государственного долга. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга связано с замещением в этом году коммерческих заимствований на федеральные бюджетные кредиты. И, наверное, впервые за десятилетия у нас расходы на обслуживание долга составляют очень маленький удельный вес в расходной части бюджета – 0,4%. Пока что в финансовой сфере все идет как надо. Павел Малков пусть и называет бюджет этого года умеренно консервативным, но экономить не призывает. Наоборот, тратить на местах надо больше, пока есть возможность. По расходам мы, коллеги, с вами регулярно собираемся, смотрим. Если у кого-то, еще раз обращаю внимание, остались обязательства, неоплаченные проблемы, вот сейчас надо уже максимально ускоряться. То, что в этом году должно быть сделано оплачено, все должно быть оплачено. И отдельно хочу сказать, что по доходам, конечно, первые 9 месяцев у нас выглядит очень позитивно. Здесь серьезная работа налоговой службы. Вот недавно был как раз на коллегии нашего территориального управления ФНС. По итогам первых 9 месяцев поблагодарил коллег за эту большую и важную для нас всех работу. Просроченных долговых обязательств у бюджета Рязанской области, кстати, нет. Но говорить, что так будет всегда, наверное, будет лукавством. Впереди время сложное, но подушка безопасности для более мягкого в него вхождения у региональной казны есть. Минфин сбалансировал. 1 декабря срок уплаты имущественных налогов физлицами. 560 тысяч сводных налоговых уведомлений уже сформировано, а общая сумма начисленных за 2021 год налогов для физиков – 2 миллиарда 854 миллиона рублей, что почти на полмиллиарда больше, чем в предыдущем году. Другие цифры – в сюжете. Компания по рассылке сводных налоговых уведомлений подходит к концу. Помимо возросшей цифры начислений, стало больше и объектов налогообложения. Земельных участков – на 2700, объектов капитального строительства – почти на 20 тысяч, транспортных средств – на 7. Поплатить налоги по-прежнему можно разными способами. Можно произвести оплату, прежде всего, в терминале Сбербанка России, в мобильном приложении Сбербанка. Можно также это сделать через личный кабинет налогоплательщика, либо также в электронном виде при помощи специального сервиса уплаты налогов и пошлин, которые также находятся на сайте ФНС России. Что касается мобилизованных, сроки уплаты им перенесли на весь срок службы и три месяца после ее окончания. Заявление предоставлять не надо, это на федеральном уровне. В Рязанской области мобилизованных освободили еще и от уплаты транспортного налога за 2021 год, а в некоторых муниципальных образованиях региона, в том числе в городе Рязани, еще и от земельного налога на тот же период по одному участку на выбор. Подробнее об имущественных налогах можно узнать на промо-странице «Налоговые уведомления физических лиц-2022» на официальном сайте ФНС России. Детально об этом с Михаилом Минком мы поговорили в программе «Городские встречи», которая выйдет на нашем телеканале в самое ближайшее время. За прошедшие сутки в Рязани и области зарегистрирован всего один пожар, зато какой масштабы его поражают, на ликвидацию пожарные потратили больше пяти часов. Горел завод комбикорма в Скопине. Первое, что говорят очевидцы пожара, угадывают, насколько здание раскалено. Но проверять степень все же не решаются. А горит бункер зерносушилки комбикормового завода, что в селе Корневое Скопинского района. Вызов о пожаре поступил в 16 часов 9 минут. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение продукта в зерносушилке. В самой зерносушилке находилось порядка 50 тонн семян, семечек подсолнуха. Причина пожара оказалась банальна – нарушение техники эксплуатации. Просто местные аграрии решили вместе с зерном просушить и семена подсолнуха, что и стало причиной пожара. Ликвидировали его только в 21.30 силами 17 огнеборцев. Тушили больше пяти часов как раз из-за этих семечек. Они тлели в зерносушилке. И пока весь продукт не извлекли, ликвидация не заканчивалась. Можно сказать, что это одна из самых распространенных причин пожаров на сельхозобъектах. Возгорание в Корневом стало пятым за эту осень. По причине пожаров на тех четырех элеваторах, которые у нас уже были, проведены проверки, причиной пожаров было нарушение технологического процесса. То есть это в двух случаях. Самовозгорание было зерна, тоже семян подсолнечника. Говорит о том, что оно неправильно сушилось и все это привело к самовозгоранию. В двух других случаях причиной пожара стал недостаток электрооборудования. Однако самая распространенная версия – все же нарушение техрегламента, как и этой осенью, так и в прошлые годы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязанской области полицейские задержали группу людей, которых подозревают в мошенничестве со страховыми выплатами. Молодчиков оказалось аж 10 человек. Задержанием привлекались сотрудники управления уголовного розыска. Подробности далее. Подставили автоподставщиков примерно. По такой схеме и прошло задержание группы предприимчивых рязанцев. Черному Мерседесу перекрыли дорогу, а из авто их уже попросили выйти люди в хаки. За что их взяли, многие так и не поняли. А вот у полицейских предположения есть. Точнее, даже установленные факты. Они гласят, что два рязанца разработали и поставили на поток криминальную схему. Среди родственников и знакомых они находили владельцев недорогих отечественных автомобилей. Их убеждали принять участие в постановочных ДТП. За оплату ремонта и небольшое вознаграждение сообщники предоставляли злоумышленникам свои машины. Иногда они сами играли роли виновников аварии. Второй стороной неизменно становилась иномарка премиум-класса. Автомобили с неисправностями злоумышленники покупали специально по низкой цене. Точно знали, какая судьба транспорту уготована. Доходило до смешного. Дважды, например, для инсценировки ДТП привозили на буксире машины с неработающими двигателями. Чем занимались конкретно? ДТП машин. Какие марки машин? Поршка Е, на улику 7. После оформления от того же европротокола иномарки снова продавали. Бывало даже, что размер компенсации рязанцев не устраивал, и они обращались в суд. Страховые выплаты, а это от 240 до 400 тысяч, фигуранты делили между собой. Пока следствие установило 6 фактов имитации ДТП. Суммарный размер ущерба – 1,8 млн. Следователями Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159-й прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время они соединены в одно производство. Оперативники при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в жилищах фигурантов. Были изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители устанавливают все возможные эпизоды противоправной деятельности. Банк России выпустил в обращении памятные серебряные монеты нагрудный знак с портретом Петра I серии «Алмазный фонд России» номиналом в 3,25 рублей. «Алмазный фонд» – это уникальное собрание ценностей исторического и художественного назначения, произведения ювелирного искусства, редких образцов драгоценных камней, самородков, благородных металлов. Коллекция была основана при Петре I как хранилище царских ценностей. Одним из первых экспонатов стал нагрудный знак с портретом Петра I. Он вручался лично императором за особые заслуги перед Отечеством и свидетельствовал о его высочайшем расположении. На оборотных сторонах монет расположено рельефное изображение нагрудного знака с портретом Петра I на фоне выполненного в технике лазерного мотирования традиционного древнерусского орнамента. Тираж монеты номиналом 3 рубля 3000 штук, номиналом 25 рублей 850 штук, 25 рублей в цветном исполнении 150 штук. Большие гастроли Донецкого театра в Рязани открылись легендарной постановкой Юнона и Авось. Широко, рок-опера Рыбникова и Вознесенского известна благодаря Линкому, но повторить спектакль пробуют сегодня и другие театры. Удалось ли Донецку рассказать великую историю о любви узнала Марина Романюк. Юнона и Авось самая популярная рок-опера в нашей стране. Ее сюжет известен даже тем, кому не довелось побывать на советской еще постановке с великолепными Николаем Караченцевым и Еленой Шаниной. Итак, год 1806, путешествие русского государственного деятеля Николая Рязанова в Калифорнию. Унесет в историческую атмосферу во времена графа Рязанова, во времена великих событий в России, в Российской империи, а несет огромную долю спектакль любви к родине и патриотизма. Вот это самое главное, что заложено в спектакль. Мы знаем эту рок-оперу как историю любви, трагичной, сильной, столкнувшейся с расставанием навсегда. В интерпретации Донецкой труппы сильнее звучит мотив патриотизма и любви к родине. У нее прекрасная роль влюбленной женщины Кончиты, паригенки калифорнийского края, которая соприкоснулась с великим русским миром в лице Рязанова и его команды. Калифорнийцев очень потрясла мощь, благородство, культурный фонд этих прекрасных людей. Играть в этой постановке мечта для артиста, но еще и большая ответственность. У зрителя, пришедшего на ЮНО, но и Авось, непременно есть определенные ожидания. Много зрителей, которые сравнивают его с Линкомом, с другими постановками, поэтому на нашем коллективе лежит большая ответственность. Судя по тому, что он у нас достаточно большое время ушел, этот спектакль идет, всегда полный зал, овации, мы справляемся на все 100%. 90 человек, 2 тонны декораций, 120 костюмов. С таким багажом Донецкая труппа проедет в рамках гастролей 3,5 тысячи километров, посетит Липецк и Тамбов, Владимир, Дзержинск и Чебоксары. В постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты. При создании спектакля восстановили технику ручной росписи панорамных задников. В качестве переднего проекционного экрана использовали уникальный тюль, специально созданный под задачи муз-драма в интерпретации Донецка. И, конечно, удивительный вокал. ПЕСНЯ Полный аншлаг, слезы на глазах зрителей, овации. Донецкая юнона и авось на рязанской сцене произвела фурор. Тем более, что сегодня эта история от Донецка звучит по-особому щемяще. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин